Здравствуйте, люди добрые! Такой вопрос, почему при слове чистки все вздрагивают? Все настолько нечисты на руку, что ли, чтобы вздрагивать? Чистки разве это плохо? Нет, просто за 30 лет оккупации России нам в головы историки и СМИ внедрили такое понятие, что чистки это обязательно репрессии, как при Сталине. Расстрелы к стенке, шпионы. И тогда, да, статистика показала, что 90% правящего класса пришлось перед войной зачистить, иначе бы войну не выиграли. Этим можно эти репрессии оправдать. Сегодня мы знаем, что Владимир Путин, президент Российской Федерации, он против такого рода чисток, именно против репрессий. Вы видите, что все методы мягкие, и, в общем-то, по политическому вопросу у нас никто не сидит. Если тот же Навальный, он сидит по тем мошенническим схемам, ну, то есть, конкретно у него преступления уголовные, за которые он и сел, а не потому что вот политика. Но если бы он был бы чист на руку, то никто бы его и не посадил бы. Его бы другими методами выдавили бы из информационного пространства. Но не суть. Смотрите, ведь если будут чистки, ведь всем же станет легче. Вы же, ну, вы подумайте, кого вы из этих вот морд, которые такие жирные, наеты, врут из года в год, особенно если логично вот их по годам высказывания проследить, то что только они не обещали, какие прогнозы только не делали, ничего не сбывается, жить никому легче, ну, лично вам жить легче не стало. И почему бы эти морды не заменить на нормальных людей? Вот единственное, что мы, конечно, не верим, что на их место придут нормальные люди. И, в принципе, да, есть в этом логика, потому что за 30 лет, опять же, американцы создали у нас в России такую систему, по которой отбор кадров идет именно от худших из худших. Они через специальные фильтры отбирают людей, склонных к предательству, к взяткам, ну, то есть работать, чтобы в интересах народа США, а не народа России. То есть шило на мыло меняемо. Но сейчас, благодаря той ситуации, которую нам, опять же, американцы создали, они же нас вынудили начать спецоперацию на Украине. То есть благодаря вот этим военным действиям мы вынуждены действовать гораздо более жестко. И теперь чистки будут и все по нарастающей. И когда эти чистки пройдут, когда они закончатся, мы сможем победить, или, точнее, остановить войну на Украине и предотвратить все войны на постсоветском пространстве. То есть во всех 14 республиках войны по замыслу американцев есть. Этот сепаратизм, он будет продолжаться до самого уничтожения конкретно нашей страны России и народа России. Чистки нужны. Кого из олигархов вы хотели бы оставить при их, вот, ну, при всем том, чем их американцы снадбили? Ведь они же не своим трудом заработали эти миллиарды и миллиарды. Откуда они получили заводы, рудники, которые создавал народ СССР десятилетиями? 70 лет создавал народ, и вдруг это оказалось в частных руках. Нет, это американцы через специальные схемы передали под управление вот этим олигархам. То есть 100% олигархов работают в интересах не России. Их всех надо менять. И все, пошли дальше. Блогеры-миллионники, главные редактора, кто в политике верхушка власти. Всех-всех надо менять. Ну, или по науке, как перед войной отечественной, 90% правящего класса надо заменить. Ведь из-за всей этой американской когорты мы не можем ни экономику наладить, ни промышленность наладить, ни просто социальную жизнь в России. Они все работают в интересах США. Они вот сейчас, например, идет спецоперация на Украине. Все СМИ нас обманывают то, что мы там побеждаем, вот-вот победа со дня на день. Или же уже начинают придумывать причины, что это там хитрый план Путина или еще что-то. А на самом-то деле мы отступили от Киева. То есть мы отступили от самой главной цели. Сил не хватило, американцы победили. И будут дальше побеждать и увеличивать армию Украины, увеличивать мобилизацию. А у нас в России, наоборот, эту мобилизацию тормозить. Опять те же СМИ не дают мобилизовать ни промышленность, ни население. А как мы будем побеждать с нашей микроскопической армией в то время, как у украинцев уже миллион мобилизован. И, в принципе, у них перспектива роста до двух с половиной миллионов, насколько я знаю. И их будут снабжать оружием. 50 стран их будет снабжать оружием. Вот одна Россия, это нас никто ничем не снабжает. А на другой полюсе 50 стран, условно 50, которые будут снабжать оружием Украины. Ну, как мы будем там побеждать? Мы не можем победить, потому что в Москве нужна победа. Конкретно в Москве провести чистки от всей этой дряни и заменить нормальными людьми, которые будут работать ответственно в интересах России и нас с вами. За сим все. Быть добру давим за чистки. Субтитры создавал DimaTorzok